МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вызвали бригаду скорой помощи. А вот что произошло дальше, узнаем из первых рук. Фельдшер, естественно, тут же его осмотрела и сказала санитару, она была санитаром, чтобы он дал нашатырь. То есть его надо было как-то привести в чувство, хотя бы спросить, что же с ним произошло. Ну, санитар наклонился, дал ему нашатырь, на который он очень быстро отреагировал, вскочил на ноги, а так как санитар оказался перед ним, он начал его избивать. По отношению правонарушителя возбуждено административное производство по статье 6.1.1 Побоя кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По факту причинения телесных повреждений врачу назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. И в Челябинске молодой человек напал, но не на медика, а на менеджера в офисе микрозаймов. Решил взять деньги без возврата. Вот вы видите, как молодой человек заходит в офис, прикрывает курткой лицо, быстро достает нож и требует наличку. Девушке ничего не оставалось, как отдать деньги. Сумма, конечно, небольшая, около 8 тысяч рублей, но за такое преступление этот мужчина может получить тоже 8 лет на тюрьмы. Пока его не удалось задержать, и розыском занимается полиция. Присмотритесь. Может, вы знаете этого молодого человека? Позвоните по телефону, который сейчас у вас на экране. Продолжим денежную тему. В Челябинске 80-летняя женщина подняла трубку и лишилась всей пенсии буквально за 5 минут. Все подробности в сюжете Елизаветы Болдыревой. Галина Павловна сжимает в руках мобильный телефон. Именно он стал для нее причиной всех бед. Сняв трубку, пенсионерка услышала мужской голос. Звонили якобы от оператора связи. У вас переплата за два года, набралась переплата 4 500. Я говорю, откуда она у меня взялась? А вот тут мы с банка на банк перевели, и, в общем, там получились остатки. В общем, у меня 4 500. Давайте мы вам активируем эти деньги. Я говорю, так возьмите, положите мне на телефон раз, раз, эта переплата. Нет, мы не можем. Мужской голос был настолько убедителен, что пенсионерка, не задумываясь, отправила звонившему номер банковской карты и даже пароль от нее. Названную сумму 4 500 рублей со счета пожилой женщины снимали раз за разом. Всего получилось 15 тысяч. А это все сбережения. Деньги пенсионерка откладывала на лечение. С возрастом стали отниматься ноги и собиралась весной поехать в санаторий. Но вместо этого отправилась в полицию писать заявление. В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Сын живет на севере, родная сестра в другой стране. Помочь некому. Даже несмотря на это, зла на мошенников пенсионерка не держит. Надеется, что полиция их найдет, а деньги вернут. Елизавета Болдырева, Олен Хачатуров, ОТВ. Челябинские спасатели вызвали пенсионерку из плена. 80-летняя женщина оказалась узницей в собственной квартире. Давайте прямо сейчас посмотрим оперативное видео. Лида, открывай давай. Эта женщина пришла в гости к своей старшей сестре, пенсионерке. Вот только дверь родственница не открывает, да и не подает признаков жизни. Гости вызвала спасателей. Они-то и помогли перепуганной даме попасть в квартиру. Оказалось, хозяйке стало плохо, и она без сил упала на пол. Встать не получалось. Так женщина без еды и воды пролежала двое суток. Пенсионерки тут же вызвали скорую. Переходим к другим новостям. В Коркино пенсионер буквально за несколько минут лишился машины. Авто выгорело дотла. Прямо сейчас узнаем от самого хозяина, как все произошло. Где магнитолы стоят, оттуда дымок пошел. Я пока вышел, хотел аккумулятор подкинуть. Иду, огонь загорелся, дым такой, это езкий. Еще я больше ничего не смог. Тут люди подъехали, снег начали кидать. А что толку? Салон загорелся уже. Добавлю, по предварительным данным, загорелась шестерка из-за короткого замыкания электропроводки. И еще одна автомобильная новость. Рейсовый автобус отклонился от маршрута Бакал-Садка. Вылетел в кювет. До конечной точки не доехал всего один километр. На видео инцидент сняли сами пассажиры. Вот наш автобус закинуло. По словам водителя автобуса, он просто не вписался в поворот, хотя и ехал на низкой скорости. Не сработали тормоза. Вот и вылетел с дороги. Отмечу, пассажиры не пострадали, а вот автобус восстановлению вряд ли подбежит. На озере Увельды разгорелся пожар из-за любви. Любви к алкоголю. Дело в том, что нетрезвый администратор базы отдыха, где все и происходило, всю ночь не обращал внимания на пожарную сигнализацию. В огне оказались деревянные дома. А вот что произошло дальше, нам рассказали в МЧС. Было обнаружено открытое горение двух домиков. В результате пожара огнем уничтожены два домика для проживания. По данному пожару проводится проверка, устанавливается причина пожара, ущерб по пожару. Предварительная причина пожара считается несправность электрооборудования в одном из домиков. Пострадавших, погибших нет. И в конце выпуска наша постоянная рубрика «Разыскивается». В микрорайоне Парковый больше недели назад пропал Евгений Щапов. Рано утром молодой человек вызвал такси к своему дому в Ленинском районе и якобы поехал на работу. Но, как выяснили родственники, Евгений зачем-то направился в другую сторону, на заброшенный завод. Зачем, не знают даже самые близкие. И после молодого человека никто не видел. С просьбой о помощи к нам в редакцию обратились родственники пропавшего. Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Евгений Щапов, сообщите родственникам. Телефон сейчас у вас на экране. Или позвоните в полицию. И на этом я завершаю выпуск и передаю слово моему коллеге Александру Зайцеву. Он и репортер ОТВ подведут итоги дня. Во время новостей много свежей, актуальной и полезной информации. Смотрим.